Сегодня скалярии в домашних аквариумах не редкость и не роскошь. На прилавках, зоомагазинах и аквасалонах можно найти любой окрас, даже любого размера и возраста. Все делается для того, чтобы удовлетворить потребности аквариумиста. И невзирая на то, что скалярии уже давно не эксклюзив, они все равно пользуются бешеной популярностью. Современная аквариумистика позволяет содержать скалярии в домашних условиях без особых хлопот. Пожалуй, самое главное, что потребуется заводчику таких питомцев изучить биотоп скалярий. Место их обитания в живой природе и, отталкиваясь от этой информации, создавать схожие условия в аквариуме. Предки современных скалярий из темных вод Центральной Америки, где населяют реки с медленным течением, небольшие озера и даже болото. Как правило, эти водоемы с темной водой. Вода темная, потому что богата органическими веществами. Это опавшие листья, коряги или вовсе упавшие в воду деревья. Выделяют так называемые дубильные вещества, которые, в свою очередь, окрашивают воду. Конечно, в домашнем аквариуме не обязательно подкрашивать воду. Но если вы увидите настоящий биотопный аквариум со скаляриями, скорее всего, будете в восторге. Многие же обыватели смущаются такого цвета воды. Подразумевая, что вода в аквариуме грязная и давно не подменивалась. Температура воды в водоемах Центральной Америки достаточно теплая. Обычно от 23 до 28 градусов. В редких случаях опускается до 16, но постепенно без резких скачков. В природных водоемах, где обитают скалярии, вода достаточно кислая. Показатель pH от 4,5 до 7, а ГН, то есть жесткость, от 1,5 до 5. Но, как правило, в аквариумных условиях жесткость гораздо выше, и скалярии неплохо ее переносят. Живут эти рыбки небольшими стаями. Я бы даже сказал общинами, состоящими из отдельных пар. На пары рыбки разбиваются самостоятельно, и, как показывает практика, человек, то есть аквариумист, повлиять на составление пары не может. Какими принципами руководствуются скалярии, доподлинно неизвестно. Однако, если пару разлучить, рыбки стрессуют. Поведение меняется на угнетенное, возможно, они действительно очень сильно привязываются друг к другу. Отсюда можно сделать вывод, что скалярии олицетворяют любовь. Они и за потомством ухаживают вместе, и являются отличными родителями. Но о размножении мы поговорим позже. В стаях или общинах скалярий строгая иерархическая система. В каждой такой общине есть доминирующая пара, которая всегда ест первой и выбирает самые лакомые кусочки, если так можно выразиться. Это своего рода руководители. Для поддержания дисциплины главная пара может, и зачастую именно так и делает, нападает на более слабых членов стаи. Но такие нападения не приносят повреждений и увечий своим собратьям. Это своего рода демонстрация силы и власти. Теперь, когда мы уже познакомились с биотопом скалярий, давайте поговорим про обустройство аквариума. А начнем с самого главного. Начнем с объема, потому что скалярии достаточно крупные рыбки. И достигать могут они 15 сантиметров. А с плавниками и того больше, около 30. Именно поэтому высота аквариума не должна быть меньше 50 сантиметров. Вообще, стоит отметить один важный момент. Подбирать аквариум можно по размеру рыб. Ну, например, пока скалярий у нас в возрасте малька, купить аквариум на 50 литров. Когда подрастут, увеличить объем до 100. Когда станут взрослыми, увеличить объем еще до необходимого. Но это достаточно затратно. Лучше всего запустить аквариум сразу, исходя из взрослого размера скалярий. Второй момент. Необходимо определиться с количеством скалярий. Ведь их допускается содержать как парой, так и стаей. Если исходить из минимальных объемов, то на взрослую пару понадобится примерно 100 литров воды. В целом же стаю можно назвать стаей, когда в ней не меньше 6 скалярий. Важно не допустить, чтобы в аквариуме получилась пара, а одна скалярия останется в одиночестве. В таком случае она и в паре будет третьим лишним, и стаи, которая могла бы примкнуть, нет. Следующий шаг это подбор фильтра для аквариума. Хорошая фильтрация это залог успеха в содержании аквариумных обитателей. Для больших аквариумов неплохой вариант внешний фильтр. В таком фильтре сразу два способа очистки воды. Механическая, то есть весь плавающий мусор, например отмершие части растений или крупная звесь, будет оставаться в губках фильтра. А вода при этом порадует чистотой и прозрачностью. И биологическая. В внешних фильтрах обычно для этого используется керамика и прочее. На них поселяются колонии полезных бактерий, которые перерабатывают аммиачные соединения. Аммиак, в свою очередь, очень опасен и может повлиять не только на здоровье скалярий, но и погубить всех рыб. К тому же внешний фильтр может выступать в качестве химической фильтрации при использовании различных сорбентов. Еще один важнейший момент это аэрация. Скалярий, как и многие другие рыбки, получают кислород растворенный в воде. Если его будет недостаточно, они попросту задохнутся. У них нет легких и усваивать атмосферный воздух они попросту не смогут. Но пытаться сделать вдох будут. Мучительная смерть, не так ли? Кислород попадает в воду благодаря живым растениям, по крайней мере, если их много. И чтоб наверняка вода была обогачена, устанавливают компрессор. Важную роль играет и стабильная температура воды. Не просто стабильная, а в пределах 26 градусов желательно. В этом нам поможет аквариумный нагреватель. Все современные нагреватели имеют термостат, с помощью которого мы выставляем необходимую температуру. При достижении нужной температуры нагреватель сам будет выключаться и включаться при необходимости. Многие нагреватели немного обманывают, поэтому стоит докупить аквариумный термометр. Его прикрепляют в противоположную сторону от нагревателя. Из жизненно необходимого оборудования, пожалуй, все. Что касается эстетики и дополнений, многое будет зависеть от оформления. Ну, например, если в аквариуме планируется посадка живых растений в подводной форме, тогда, конечно, нам потребуется питательный грунт или подложка, специальное освещение, баллон СО2 и удобрение. Если же нет, и вопрос стоит ребром про освещение, то можно выбрать любой светильник. Каким он будет рыбкам, абсолютно не важно. В дальнейшем для качественного ухода и содержания аквариума понадобится сифон для подмены воды. Он отлично собирает остатки корма и твердые отходы со дна. Для чистки стекол необходимы скребок и губка. Также на стекле зачастую образуется белый налет. Он легко удаляется с помощью такого средства, как акваклин. Неплохо иметь под рукой тесты для воды, чтобы следить за изменением показателей и держать руку на пульсе. Это позволит вовремя принять необходимые меры. Остается последний вопрос, как оформить аквариум. Но на него нет однозначного ответа. Понятное дело, что дно аквариума желательно засыпать нейтральным грунтом, так как аквариум и смотреться будет интересней, да и полезные бактерии любят поселиться в грунте. Можно подобрать красивый фон, чтобы плеить заднюю стенку. А вот что вы будете использовать в качестве декораций, коряги, камней или искусственной гроты, зависит только от вас. Существует множество различных стилей оформления, и каждый из них хорош по-своему. Помните о том, что если этот аквариум будет видовой, то есть в нем будут жить только скалярии и никто больше, лучше всего выбрать биотопный стиль оформления. Продолжение следует...